С 4 по 7 марта в Саранске впервые пройдёт чемпионат России по пожарно-прикладному спорту. В столицу Мордовии съедутся 12 сильнейших команд из разных регионов страны. Всего около 300 участников. Мордовия будет представлять команда, ведомая десятикратной чемпионкой мира по пожарно-прикладному спорту Людмилой Кирдюшовой. Сложно представить, но всего несколько месяцев назад в нашем регионе не просто негде было проводить чемпионат России. Спортсменам даже негде было тренироваться зимой. Но сейчас в футбольном легкоатлетическом манеже появился тренировочный городок, отвечающий всем стандартам. В рамках чемпионата России пройдут соревнования в двух дисциплинах – подъёме по штурмовой лестнице и стометровой полосе препятствий с развертыванием пожарного рукава. Сейчас отрабатывают техническую часть. В основном наша дистанция состоит из того, чтобы соединять пожарные рукава, проводить пожарную рукавную линию, всё, чтобы было правильно, чётко соединено и завершить полосу препятствий, всё, чтобы было сделано правильно. Это пожарное разветвление, оно настоящее, но гаечки обточены для того, чтобы максимально легко было соединение. То есть, это пожарная рука, гаечка. Мы бежим на скорости и максимально быстро должны присоединить. То есть, главное попасть, нужно? Нужно попасть, да, быстро. Ну, как бы, если по профессиональным пожарным словам, это просто проложить правильную рукавную линию. Потому что, если мы бежим и у нас мы не попадаем, как-то либо вот так, это всё, это ноль, и то есть, как бы быстро мы не бежали, у нас попытка не засчитывается, просто мы снимаем соревнования и всё, мы автоматически становимся в конце списка. Подобно биатлонистам, лыжникам и прочим спортсменам, которые применяют свой личный инвентарь, каждый участник соревнований по пожарно-прикладному спорту использует на полосе препятствий собственный пожарный рукав. Конечно, длина и вес его стандартизированы, и перед началом соревнований он подвергается тщательному осмотру судей. При малейшем несоответствии стандартам спортсмен будет дисквалифицирован. Как бы есть свои стандарты, да, но здесь идёт обточка, и кому как, кому как удобно. Свои стандарты есть и у штурмовой лестницы. Кстати, девушки соревнуются по подъёму на первый этаж, а вот сильному полу нужно преодолеть высоту полноценного четырёхэтажного здания. При этом необходимо держать в руках четырёхметровую лестницу весом восемь с половиной килограммов. Соревнования по пожарно-прикладному спорту не просто зрелищные мероприятия. Как и любая служебная дисциплина, они разработаны таким образом, чтобы получить практическое воплощение. Конечно, обязательно. Во-первых, это общая физическая подготовка. То есть каждый спортсмен, непосредственно тренирующийся здесь и участвующий на соревнованиях, он является действующим сотрудником МЧС. Каждый сотрудник, он обязан это делать. Есть нормативы, есть правила, по которым каждый сотрудник это выполняет. Чемпионат России станет хорошим способом популяризовать пожарно-прикладной спорт в тринадцатом регионе, надеются спортсмены. В том числе и среди подрастающего поколения. Эта дисциплина позволяет совершенствовать физическую форму, выносливость, ловкость, а также вырабатывает психологическую устойчивость. Подрастающие поколения приходят, очень хочется, чтобы дети приходили к нам тренировались, потому что это замечательный вид спорта. Я сама в нем уже пять лет и не устаю говорить, что очень много эмоций получаем от этого вида спорта и приглашаем всех желающих приходить к нам на секцию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА